Здравствуйте! Репортеры программы «Республика» и я, Ольга Алексеева, о главном в Чебоксарах, в Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. От приставки в Рио избавился сети-менеджер Новочебоксарска. Виды на город, планы на будущее, перспективы развития. Кот да Винчи. Кого будут учить без QR, а кто снова пойдет за знаниями в сеть? Споры на федеральном уровне. Времени на ответ практически не осталось. Мошенники распоясались, пояса затянулись. Жулики взяли в оборот даже журналистов и полицейских. Как не заплатить налог на собственную глупость? Импортозамещение уже не перспектива, а реальность. Причем из федерального запроса проекты уже перешли в стадию устойчивого развития. Растительное масло, мясо. Республика сама себя обеспечивает этими продуктами. Фермеры уже готовы запускать и глубокую переработку. Так что советский еще лозунг о пользе того, что произведено в родном краю, уже и не лозунг вовсе. Репортер республики Татьяна Молкова поехала на границу с Ульяновской областью посмотреть, как дела с импортозамещением. А оказалось, что развитие производства становится драйвером, локомотивом. Если хотите, развитие не только отдельных деревень, а целых районов. Можно ли при помощи растительного масла отремонтировать школу? Словно солдаты, все как один с своими желтыми фуражками равнения на солнце. Эти громадные подсолнухи – залог реализации грандиозных планов. В последнее время цены на масленичные культуры устраивают и выгоднее выращивать технические культуры, чем зерновые. Но в этом году планируем собрать где-то порядка 18 центнеров с гитары. В прошлом году чуть поменьше было, а цены в прошлом году хорошие были, до 60 рублей доходило. В этом году начальная цена пока ориентировочно 30 рублей. Покупка новой техники не только для сбора урожая. На страже всего района – соседняя Мордовия, Татарстан, Нижегородчина – в огне лесных пожаров. Спасатели с Чувашией выехали на помощь. На страже родной земли новая пожарная машина. Она способна защитить территорию района, тем более, что большая часть – национальный парк Чуваш-Вармани. Боевой расчет всем человеком. Белые начинают и выигрывают. Именно такую партию разыграл российский шахматист Сергей Карякин против норвежца Магнусона Карлосона. Так и в Шамурше. Все как на доске. Сельский дом культуры, фонтан, благоустройство, шахматная доска. И все это по программе формирования комфортной городской среды. Пока здесь только видны контуры спортивной площадки. Через 10-12 дней эта территория станет полноценным спорт-объектом. Здесь будут беговые дорожки, площадки с резиновым покрытием. Днем физкультура у школьников, вечером спорт для жителей села. Проектная стоимость 8600. Вот туда входит площадка, ограждение, дорожка, скамейки. В ближайшей школе скоро появится новая столовая. Уже закупили оборудование, идет его монтаж. Повара ездили учиться, чтобы работать на этом. Шамуршинскую школу ремонтируют в два этапа. В прошлом году утеплили фасад и заменили окна. Сейчас меняют сантехнику, отопление, системы связи, делают внутреннюю отделку. Школа к новому учебному году. У нас запланировано обучение в две смены. Это новый корпус. А в старом корпусе идут работы. Мы должны сдать это в декабре. Но вот сегодня мы с вами посмотрим. Если все нормально будет, мы, наверное, в середине октября все это сдадим. Там работают где-то 6-7 бригад уже. Также в строительных лесах и первая школа в селе Шагирдан. К старому зданию новый пристрой. Там и лифт, и спортзал. К первому сентября не успеют. Но уже в ноябре в этих коридорах должны зазвучать детские голоса. В этом году мы запустили программу комплексной модернизации образовательных учреждений, имеющих износ более 50%. Это и школы, и детские сады. И в этом году мы этой программой охватили 54 среднеобразовательные школы и 38 детских садов. На это направили на школы 1 миллиард 300 миллионов рублей, на детские сады 700 миллионов рублей. И вот на сегодняшний день мы видим, что это правильный путь. Видно, что школы полностью преображаются. Следующая точка на маршруте главы региона сегодня – деревня Бекшики. Здесь готовы к запуску нового цеха по глубокой переработке мяса. Пельмени, колбаса, тушенка в ассортименте на прилавках российских магазинов. Сделано в селе, в Чувашской глубинке. Это первый убойный цех, который организован на промышленной основе с учетом всех требований и экологической безопасности, и санитарных норм. Наша задача, конечно же, развивать технологии таким образом, чтобы все этапы товаропроводящей цепочки были оснащены соответствующими технологиями, современными, безопасными. Этот цех – реализация плана главы, озвученного в послании Госсовету Республики в сентябре 2020 года. Вместо сырья – готовая продукция на экспорт в соседние регионы. Сделано в Чувашии не просто завоевывает рынок, становится брендом. А это дорогого во всех смыслах стоит. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика Шамурша-Батырево. Дмитрий Пулатов стал главой администрации города Новочебоксарск. Сегодня он избавился от приставки в Рио. Комиссия во главе с первым вице-премьером правительства Республики Михаилом Назряковым подвела итоги конкурса, а депутаты поддержали нового сети-менеджера. На пост главы администрации Новочебоксарска было два претендента. Николай Ершов, начальник архитектурно-градостроительного управления города, и Дмитрий Пулатов, который временно исполнял обязанности главы администрации города Химиков после того, как пост покинул предыдущий сети-менеджер Павел Семенов. До этого Пулатов был заместителем главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры. Большинством голосов депутаты Новочебоксарского горсобрания поддержали именно его. За последние 13 лет на должности сети-менеджера Новочебоксарска побывали 9 человек. Выражаю уверенность, что мы с вами на этом закончим череду смены сети-менеджеров или главы администрации города Новочебоксарска, и мне кажется, это очень важно. Я вам говорю огромное спасибо за то, что вы берете на себя ответственность, ответственность работать руководителем второго по значимости города Чувашской республики. И здесь, говоря спасибо, я прежде всего это говорю в связи с тем, что работать руководителем – это, конечно же, огромная ответственность. Огромная ответственность за тех, кто проживает в городе, и за те задачи, которые стоят перед городом. Главные задачи, которые глава региона ставит перед администрацией Новочебоксарска – это привлечение инвестиций, загрузка пустующих производственных площадок, благоустройство территории. Очень много вопросов, очень много проблем. И чем серьезнее эти проблемы и вопросы, тем интереснее подходить к их решению и искать нестандартные пути решения данных вопросов. За время кампании по вакцинации в регионе полностью привились от коронавируса 216 612 человек. В российском рейтинге по вакцинации регионов Чувашия остается в середине списка на 51 месте. Но темпы все время наращивает. При этом статистика по заболеваемости продолжает приближаться к рекордам ноября прошлого года. Только за сутки положительный тест на ковид получили 75 человек. Выписались из больницы по выздоровлению 72 человека. Между тем опасения у врачей вызывает тот факт, что Чувашский республиканский кардиологический диспансер все чаще-чаще принимает у себя именно таких пациентов. Наиболее частыми осложнениями после ковид стали заболевания сердечно-сосудистой системы. В морфлоте служил да волейбол играл. Про таких говорят здоров как бык. До 65 Геннадий Константинов не знал, что такое хронические заболевания. Осенью прошлого года тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Переболел одновременно с женой. Потом восстанавливались. Вроде на поправку. Спустя два месяца коварный вирус дал осложнение на сердце. Диагноз – аритмия. А это большой риск развития ишемического инсульта и так называемой внезапной сердечной смерти. Часто ли коронавирус дает осложнение на сердце? Да, часто. В 30% как правило уже есть сведения, что она осложняет именно и течение хронических заболеваний, и способствует возникновению новых заболеваний. Именно патологии сердечно-сосудистой системы. Как правило, это воспалительного характера, миокардиты. Они именно способствуют возникновению аритмии. Какие препараты принимаете? Я принимаю сейчас препараты сердечно-сосудистого обретения. Кровь разжижающие. Чувашский республиканский кардиодиспансер провел необходимое исследование пациента – коронографию, кардиоверсию. Настала очередь радиочастотной абляции легочных вен. Это сделают уже федеральные специалисты в клинике Санкт-Петербурга. 24 августа Геннадий должен быть уже там, но страшно боится снова подхватить ковид. Все старания врачей будут впустую, если я не пройду прививку. Конечно, я боюсь, что в пути исследования могу заразиться повторно коронавирусом. До этого допустить я не могу. Я могу принять защиту в свою пользу и, конечно, принять решение привиться. К тому же у меня есть знакомые, которые очень тяжело заболели, плохо перенесли эту инфекцию. Даже некоторые, к сожалению, не выжили. На сегодняшний день вакцинация – наиболее эффективная профилактика коронавирусной инфекции. Противопоказаний для проведения прививки у Геннадия Николаевича не выявлено. А первую прививку он перенес удовлетворительно. Поэтому сегодня ему ввели уже второй компонент спутника ВИИ. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. И в продолжении темы. Как заявил главный санитарный врач страны Анна Попова, в результате проверки 6 тысяч школ по всей стране серьезных нарушений санитарных норм и правил не выявлено. И дети смогут сесть за парты в очном режиме. Только в трех регионах ситуация вызывает опасения, и старшеклассники могут остаться на удаленке. Чувашия в список этих регионов не входит. При этом учащиеся высшего звена студенты вузов обеспокоены рекомендацией Рособранадзора о переводе на онлайн обучение непривитых студентов. Таких в регионе довольно много. Сегодня ректоры ведущих вузов страны поддержали требование не вводить, по сути, принудительную вакцинацию. Петицию подписали в Московском государственном университете имени Ломоносова, Калужском госуниверситете, в Чувашском государственном университете имени Ильи Ульянова и других. Между тем, окончательное решение о допуске к занятиям без сертификата о вакцинации не принято. В очном формате будут учиться привитые и перенесшие заболевания в течение последних шести месяцев студенты. Экзамены для вакцинированных и невакцинированных должны проходить раздельно. Кроме того, в министерстве рекомендовали требовать сертификаты о вакцинации, справки о перенесенной болезни или медотводе у тех, кто заселяется в общежитие. А прививки иностранным учащимся должны сделать за счет вузов. Мы будем определяться в зависимости от наполняемости групп с целью соблюдения требований Роспотребнадзора, которые действуют на сегодняшний момент, и руководствоваться складывающей ситуацией в регионе. Мы будем рекомендовать студентам при заселении в общежитие иметь на руках действующий ПЦР или свидетельство о вакцинации от коронавируса. Репортеры Республики спросили у самих студентов, как они относятся к необходимости обезопасить себя и окружающих от смертельной заразы при помощи прививки. Вакцинироваться я пока не планирую, но если от этого будет зависеть мое обучение, то, скорее всего, придется вакцинироваться, потому что обучение на дистанционном формате меня не устраивает. Я довольна, что я сделала прививку от коронавируса, потому что организация дистанционного обучения оставляет желать лучшего. Например, у нас в университете бывает такое, что платформа для онлайн-обучения не справляется с нагрузкой, так как очень много студентов, соответственно, пары вылетают, и они срываются. Это очень плохо, техника не справляется, интернет может у кого-то подвисать, и это не очень удобно. Я надеюсь, что все-таки не будут непривитых студентов лишать очного обучения, потому что очное обучение на данный момент – это самая лучшая форма. Дошколята пойдут в садики и ясли 1 сентября. Сейчас в регионе идут массовые проверки образовательных учреждений. Специалисты разных ведомств прежде всего обращают внимание на противопожарное и так называемое извещательное оборудование. Получить добро все садики должны уже к 20 августа. Почти 900 организаций в Чувашии к началу осени должны пройти строгую проверку. Этот детский сад в Московском районе не исключение. Хотя здесь и сегодня ребятишки. Летние каникулы далеко не у всех родителей. Это своеобразный экзамен для нас, для взрослых, потому что мы готовимся все лето, готовимся создать условия для нового учебного года, для ребят, чтобы было интересно, комфортно, любопытно. Любопытно, комфортно, интересно и безопасно. Пожарная сирена, например, устроена так, что в первую очередь оповещает работников и воспитателей, и те эвакуируют детей, еще не догадывающихся о приближающей опасности. Замечания есть, но незначительные. Все главные правила соблюдены. Пару часов потратить и час, чтобы не тратить ни секунды, если ребятишек действительно придется эвакуировать. Трехэтажное здание садика с десятками комнат. Тут и кружок робототехники, и бассейн. Детишки занимаются йогой и изучают иностранный язык. Даже соляная пещера. Все под присмотром Большого Брата противопожарной сигнализации. Замечания, нарушения здесь мы не выявили. И хочется сказать, что в целом по Московскому району подготовка прошла на хорошем уровне. Проверка идет полным ходом. В этом месяце у комиссии еще много работы. На данный момент в детских муниципальных учреждениях все в полном порядке. Чебоксарцы спокойно могут отправлять своих детей в школы и детские сады. И не переживать за их безопасность. Екатерина Никитко, Сергей Емельянов, Республика. Из-за ремонта школ часть избирательных участков Чувашии перенесут в другие помещения. ЦИК Республики совместно с главами местных администраций оценили ход ремонта в школах, где будут размещены пункты для голосования. Там, где работы не завершатся к сентябрю, предусмотрен перенос участков на новые места. Республиканский центр избирком передал в ЦИК России все необходимые сведения о замене, чтобы федеральные цифровые сервисы, в том числе и портал Госуслуг, выдавали корректные адреса мест голосования. Видеорегистрация будет внестись на всех избирательных участках без исключения. Так, могу привести пару примеров. Это, например, Вурнарский район, Буртасинская, СОЖ номер один. Участок оттуда переводится в новый сельский дом культуры деревни Буртасы. Или возьмем, к примеру, среднюю школу номер 31 города Чебоксары. Избиратели, которые ранее голосовали на данном участке, ждут теперь в профессиональном колледже имени Никольского, который расположен по адресу Урукова, дом 8. Все замены избирательных участков проводятся с обеспечением условия максимального удобства для избирателей. Выборы, их профессия и дело принципа. Кто эти люди, которые в дни голосований с чрезвычайным рвением проверяют списки, пересчитывают бюллетени, сверяют паспортные данные и никогда не посоветуют, напротив чьей фамилии поставить галочку. Сегодня республика готова рассказать о героях видимого фронта. Алексей Купранов, член участковой избирательной комиссии, уже более 60 лет. Выборы для него и работа, и дело принципа. Он тщательно следил за тем, как выбирали в добровольно-принудительном порядке лидеров партии после развала Союза. Демократические выборы под его чутким присмотром. Моя обязанность следить, чтобы выборы прошли добросовестно, честно. Я поэтому и интересуюсь. А то бы я не участвовал, чтобы в выборе, каждый выбор, хоть какой бы выбор не был, только честно, только без обмана народа. Поэтому народ меня понимает, знает. У меня натура такая. Это внутри, это все. Я сам себя переделать не могу. Людмила Владимирова проработала секретарем сельского совета 27 лет. На выборах она бывала с обеих сторон стола. И работала в комиссии, и не пропускала ни одно голосование. Сейчас на пенсии, но продолжает принимать активное участие в политической жизни страны. Выборы были как праздник. Они ходили очень много. Выборы были с 6 часов утра до 23 вечера. Пока я работала, во всех выборах я участвовала. По стопам мамы Надежда Лукинова пошла работать в участковую избирательную комиссию. За принципиальность и внимательность к деталям ее сразу выбрали председателем. Надежда не заставляет себя принимать участие в общественных работах. Она получает удовольствие от возможности помочь, тем более в таком большом государственно важном деле. Нужно работать с людьми, тоже нужно их объяснять. Но еще главный, наверное, фактор, то, что человек, который становится членом УИК или ТИК, он заинтересован в судьбе страны, республики, района, поселения. Несет ответственность за то, чтобы в нашей стране, в нашем поселении было относительно спокойно и благополучно. Сейчас члены избирательных комиссий готовятся к предстоящим выборам. Три дня на голосование граждан с 17 по 19 сентября. Лариса Васильева, Анастасия Братцева, Юрий Марков, Республика. Целый шквал обращений от жителей Чувашии. Мошенники активизировались. Репортеры Республики регулярно рассказывают о схемах отъема денег у населения и выдают в эфир комментарии от правоохранителей. Каково было удивление, когда на личный мобильный телефон нашей коллеги из Чувашской редакции пришло сообщение от подруги с просьбой одолжить денег буквально на день. Не клюнуть на удочку помог всего один звонок. Девушка ни у кого и ничего не просила. Ее аккаунт просто взломали. Однако злоумышленники не отступались. Прислали фотографию банковской карты, на которую нужно перевести деньги. На отказ посыпалась нецензурная брань. Как не попасться на удочку мошенников и что делать, если желание помочь близкому пересилило здравый смысл? Назначено обращаться в полицию. И через полицию уже обращаться либо сразу в суд параллельный, либо через полицию, получив информацию о держателе карты этой, соответственно обращаться уже в параллельный суд для взыскания в гражданском порядке, в том числе суммы неосновательного обращения. Дух в движении, настрой боевой. Подготовка к паралимпийским играм почти завершена. Уже скоро спортсмены из Чувашии в составе сборной страны отправятся в Токио. Правда, выступить им придется под флагом Паралимпийского комитета России, а подниматься на пьедестал на церемонии награждения под фрагмент первого концерта Чайковского, а не государственный гимн. Елена Иванова, самая опытная участница и трехкратная чемпионка, будет представлять Родину вместе с новичками. Сергеем Бирюковым, Денисом Гавриловым, Татьяной Гуреевой и Сергеем Ивановым. Я сейчас на тренировочной базе в Тульской области, в Олексине, АК. У нас сбор только сегодня начинается. Мы только вчера приехали. Ну, заключительный сбор. Надеюсь, что все узнают, что такое пара бадминтон. Пара бадминтон первый раз включен в программу паралимпийских игр. Глава республики Олег Николаев по конференц-связи пожелал спортсменам, несмотря на возможное давление, не отступать от принципов олимпийского движения и помнить, что они в любом случае настоящие герои, которых будут поддерживать болельщики. Мы все будем за вас болеть, переживать, ну и таким образом, конечно же, поддерживать. Уверен, вы будете это чувствовать. Ну и, конечно же, мы вас ждем здесь, в Чувашии. И когда вы вернетесь, мы обязательно с вами встретимся. Я уверен, что вы достойно представите нашу страну, республику. И у вас все получится, потому что с вами вся республика. И будем делать все в спортивной отрасли для вас, чтобы профессиональный спорт в нашей республике развивался. Потому что, глядя на вас, другие жители нашей республики начинают заниматься спортом. Добавлю, что с 1988 года советские, а потом и российские спортсмены участвовали во всех летних и зимних паралимпийских играх. За всю историю наши паралимпийцы выиграли 421 медаль. Из них 145 золотых. Старт игр в японской столице уже 24 августа. Ева Крутова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов. Республика. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я, Ольга Алексеева, прощаюсь с вами. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова